Никаких страшных сюрпризов не будет, ни 23-го, ни 24-го. Будет воздушный удар, будут попытки наступать, возможно, где-то... Точнее, усиливать наступление, вводить вторые эшелоны. Российская армия никогда не будет более сильной, чем она была в июне прошлого года. А мы медленно, криво, меньше, чем хотелось бы, но все время становимся сильнее. И уж точно мы в несколько раз сильнее, чем мы были год назад в это время, если не в десяток. Поэтому ничего им выдающегося сделать не удастся. Но даже если они пошлют сюда всю авиацию, мы нахрен ее позбиваем. Но она, конечно, куда-то попадет, кого-то убьет, что-то разрушит, безусловно. Но мы и позбиваемся. Как бы, да, что еще? Штангу видеть очередной волны мобилизации, вооружения ее Россия, Российская Федерация, как социальная система, не поднимет. Она не сможет. Им не хватит. Внутреннего ресурса для того, чтобы заниматься вещами в стиле призыва и вооружения еще 300 тысяч человек. Напоминаю, что только сержантов на 300 человек, тысяч человек нужно 1050, и офицеров 1040, которые взять совершенно негде. Без этого эта толпа людей не будет в вооруженной силе. Я думаю, что они надорвутся. Поэтому, ну и эти 300 тысяч, это только выглядит страшно. Во-первых, призвали они 300 с небольшим, а не 400. Во-вторых, ну, Бахмут и Солидар уже 120 тысяч потерь. Примерно. Это два района центра. Это все эти 300 тысяч. Это убитыми раненами. Да, убит раненами. Это еще 120, еще два района центра. Ну и все. Такая война не имеет ни стратегической перспективы, ни даже оперативной перспективы. Тактическая, да. Могут еще на 50 километров подвинуться где-то. Это очень сильно сомневаюсь. Вот, все. Поэтому, а маховик на помощь и нам криво, косо. Ну, медленнее, чем хотелось бы, он раскручивается последовательно. Это закат этой истории. И вообще, честно говоря, вот этот нарратив, гранд-нарратив решающего боя, супер наступления, подготовки. Ну, у меня ощущение, что это российская информационная поделка. Что мы должны уходить от этой информационной клетки и не подавать информацию подобным образом. Потому что они раскручивают нарратив последнего решительного боя. Это их повестка. А для нас это не повестка. Нету никакого последнего решительного боя. Это типа... И вообще, я вам скажу так. По моим ощущениям, это наступление пройдет не так, как нас пугают. Не так, как мы ожидаем. Оно будет меньше и слабее. А наши контрнаступления или активные действия будут быстрее и интереснее, чем мы все ожидаем. То есть я достаточно, не то что спокойно, с презрением отношусь к этому гранд-нарративу. Которые они плодят в стиле, ого, мы сейчас покажем, и тогда вы будете вынуждены. И, честно говоря, в последнее время принято было смеяться над прогнозами, что мы в Крылье будем в Крыму. Так вот, я бы не советовал пока смеяться. А глядишь, могут исправиться эти прогнозы, сбыться.